И большую благодарность за все, что вы сбрасывали ей на туфельки, как главной императрице, императору нашего канала. Сегодня мы работаем не просто за двоих, сегодня мы работаем за четверых, потому что стрим МКС Восточный Фронт, посвященный окончанию новослета, не состоялся по техническим причинам. Я надеюсь, вам, в отличие от предыдущего стрима, нас хорошо видно, слышно, мы не тормозим, это не превратилось в слайд-шоу. Мы в студии, а это значит постараемся в следующие полтора часа дать вам много интересной информации, которую вы сможете, может быть, пересказать своим друзьям-моделистам, или, может быть, тем, кто вообще не занимается моделизмом. Потому что сегодня синий стрим, сегодня стрим, посвященный будущему нашего хобби, и сегодня мы будем говорить с вами о тенденциях, которые господствуют на модельном рынке в 2024 году. И через много-много лет мы будем смотреть этот выпуск вместе с вами, пересматривать и удивляться, как же на самом деле все было не так, как мы себе предполагали. Но сейчас у нас пока есть возможность в этом состоянии побыть подольше, и, как я написал в преамбуле к этому стриму, посмотреть на эти тренды, на эти тенденции. Не люблю слово «тренды», хотя буду сегодня его несколько раз повторять. Тенденции модельного рынка, вот, потому что, ну, можно так себе представить, что сегодня я буду вам говорить о том, какие наблюдения сделал я на модельном рынке, какие наблюдения сделали коллеги из немецкого журнала Model Fun, вот его обложка. Вот, и количество закладочек показывает вам, что мы поработали с этой литературкой, как говорится, да, в рамках диссертации. Нет какой-то особой методологии по изучению теории рынка, да, или его тенденции и так далее, поэтому сегодня, можно сказать, происходит распаковка моей экспертности. Я буду рассказывать вам о своей точке зрения, что на модельном рынке так или иначе происходит. Вот, пока оператор складывается за камерой напополам, я попытаюсь вырулить из этой ситуации и сказать вам, что стрим сегодня будет полтора часа. Меня зовут Константин Пономарев, я более 30 лет занимаюсь моделизмом, более 20 лет я занимаюсь темой шерманов. И очень хочется надеяться, что этот стрим посмотрят не только моделисты, но и те, кто производит масштабные модели, производит аксессуары к масштабным моделям, потому что мы сегодня будем говорить о том, как им лучше заработать деньги или хуже их растерять, что тоже было бы на самом деле, наверное, не очень удачно, если бы они это сделали. И распаковкой личности будем заниматься. Распаковкой личности мы тоже будем заниматься, наверняка вы видели это в блогах у своих возлюбленных и не только. Вот, распаковка экспертности, это то, что происходит с нами сейчас повсеместно. Вот, давайте я поприветствую всех, кто с нами сейчас в чате, затем перейду к чтению преамбулы, так сказать, стрима, потому что я уже писал не зря. Вот, я действительно верю в то, что я вам рассказываю, а это значит, что у нас с вами впереди много-много интересных моментов. Поехали! Алексей Ермаков, всем привет из Лейпай. Как всегда, во время стрима я буду на тренировке, но с удовольствием посмотрю в записи. И обязательно поработаю под него с пластиковой моделью. До шерманов пока не дошел в 1.35. Ну, идите, идите к шерманам в 1.35, говорит, идите на меня, я вот здесь, идите на меня, Александр. Вот, если вам потребуется какая-то помощь или совет, то, пожалуйста, всегда обращайтесь, я буду рад вам ответить. Благо, что электронную почту знаете, это я получал ваши письма для новослета, и я размещал ваши работы в новослет цифровой, который как раз закончился на днях. Вот, и там есть шерманы в том числе и в призерах, в диорамах, в юниорских номинациях есть шерманы в призерах, насколько я помню. Я думаю, что это тоже очень приятно, потому что для нас это, как бы для меня, как для шерманияка, для ребят, с которыми мы вместе работаем и общаемся в шерманчате, это тоже приятные-приятные переживания. Кстати, раз я сейчас сказал про шерманчат, напоминаю вам о том, что шерманчат работает. Что это такое? Это закрытый чат ВКонтакте, в котором вы можете задавать вопросы про шерманы, общаться, спрашивать какие-то детали, декали, которые недостают вам для своего проекта. Шерман – это танк, который производился массово, его детали и в реальном времени, и в масштабе, и в моделях прекрасно стыкуются друг с другом. Это позволяет создавать очень интересные проекты, используя некоторое количество пластика, использовать звездовские модели в качестве основы, драгоновские модели отлично подходят, таска, асука тем более подходят, поэтому шерманчат – это возможность в том числе и сэкономить. Доступ в шерманчат стоит 365 рублей в год, нас там уже достаточно много. Вот, если вы хотите присоединиться к шерманчату и собираетесь делать шерманы, особенно в 35-м масштабе, я вас приглашаю, присоединяйтесь, там у нас весело, интересно и все про шерманы, все по делу. Про шерманчат сказал, читаю дальше. Иван Богданов, пролетарский привет, товарищи моделисты, привет, Иван. Ивану я регулярно скидываю интересные фотографии автомобилей, которые попадаются мне по пути. Вот недавно скидывал ему автомобиль НСУ, очень похож на Запорожец он. Вот, потом Ford скидывал в 70-х годах, он мне помогал определить марку. В общем, мы тоже с ним общаемся в контакте, чему я очень рад. Дмитрий Сорокин, приветствую, товарищи. Дмитрий – автор термина «шерман среда». Но сегодня у нас среда про будущее моделизма, немножко не про шерманы, но тоже, на самом деле, неплохо. Отсвечивают коробочки немножко. Сейчас чуть-чуть я попробую переставить звук, точнее свет, что в принципе. Вот, и Дмитрий Сорокин сразу, поскольку он уже здесь, я хотел его поблагодарить за поддержку канала «Сибирский масштаб», который он регулярно присылает в день стрима, также поблагодарить Павла Сацуру, Андрея Сидорова за вашу поддержку. Я очень вам благодарен, и все ваши пожертвования идут в дело на развитие канала, на то, чтобы таких видео и стримов было больше, они были регулярными. Дмитрий Сорокин. В нашей части Подмосковья штормовое. Ожидаем ливеняку, возможно, с грозой. Ну, надеюсь, все будет хорошо, ничего нигде не упадет, не оторвется. Илья Пущин. Всем привет. В моделизме в основном слежу только за тематикой Шерманов. Интересно будет посмотреть общую картину. Да, сегодняшний стрим, он как раз про общую картину в моделизме, потому что нам иногда надо вынырнуть не только из своих прототипов, от своего рабочего стола, но и из своей тематики, из своего масштаба, и посмотреть на то, что же творится в большом мире моделизма. И для этого, как нельзя лучше, подходит вот такая вот аналитика, которая у меня сейчас на столе, по итогам ярмарки в Нюрнберге, которая прошла в конце января, по-моему, этого года, может быть, в начале февраля, я бы сказал, что это важное, интересное событие. Я на нем был, я на него больше не поеду, но регулярно получать оттуда аналитику интересно, потому что ребята знают лучше меня и руководителей компаний, которые производят масштабные модели, и крупных дилеров, которые предоставляют информацию. Все-таки это их журналистская работа, и я плачу за этот номер журнала для того, чтобы почитать то, чего я не знаю. А когда ты оказываешься на ярмарке просто так, и это хорошо видно по видео, которое я делал, ты, по большому счету, там, ну, немножко не к месту обретаешься, поскольку ты не дилер, ты не можешь предложить людям интересный бизнес, ты просто моделист, и, по большому счету, общаться с производителями моделей тебе и не о чем так вот, да. Разве что какие-то, может быть, просто походить постоянно, посмотреть новинки. Ну, в общем, посмотрите видео про Нюрнбергскую ярмарку на канале «Сибирский масштаб», там оно внизу, это были одни из первых видео на канале, вообще, в общем, я думаю, вам будет интересно. 5, 4 года назад это было, 4 года назад, в начале 20-го года, прямо перед самой пандемией успел съездить на ярмарку в Нюрнберге. Про пандемию мы сегодня, кстати, с вами еще поговорим. Вот. Иван Богданов общается с Дмитрием, я это очень рад. Привет, Сергей Сосинович, всем привет из Минска, привет, Сергей. Слон, доброго вечера, привет и вам. Сергей Григориан, всем привет, да будет стрим. Привет, Сергей, спасибо большое за поддержку тоже. Было очень приятно получить поддержку для МКС «Восточный фронт», которую вы присылали на PayPal, я все ребятам передал. Вот. Иван Богданов, за фото спасибо, да, НСУ, это отец ЗАЗа, на него смотрели, когда делали. Илья Пущин, моя поддержка не пришла, я думаю, что пришла Илья, сейчас я посмотрю. По-моему, ты присылал достаточно давно. Я просто отдельно как раз хотел поговорить, ты сказал про поездку. Вот. И я отдельно хотел сказать уже сейчас тем, кто не в курсе, мы собираемся на Машон, потому что вот это именно время мы сейчас используем для того, чтобы поговорить о тенденциях в моделизме. Это время между Машоном и, собственно говоря, Нюрндрогом. Вот. Это время. Илья Пущин, да, ты присылал. Спасибо большое, Илья, у тебя еще 500 рублей, и мы подключаем тебя к чату, который еще пока, правда, не создал. Но, в общем, раз уж Илья об этом заговорил, повторяю, в описании к видео эта информация есть, проговариваю еще раз. Значит, мы едем на Машон. Что такое Машон? Это одна из крупнейших выставок, в принципе, в мире, посвященной масштабным моделям. Она проходит регулярно в Венгрии, и там можно поучаствовать. И я после того, как объявил о поездке на Машон, я получил очень много комментариев и в личку сообщений. Большое спасибо от ребят, которые хотят получать информацию оттуда, хотят посмотреть фотографии, видео и так далее. Многое будет на канале, но в специальном секретном чате будет больше. Будет информация с дороги, с того, как мы едем, как мы питаемся, где мы живем, какие у нас там бытовые условия. Конечно, сейчас планировать поездку на Машон сложновато, но мне очень хочется верить, что уже в следующем году больше российских моделистов, сможет вообще русскоязычных моделистов отовсюду, сможет приехать на Машон из самых разных стран и побывать в этом пространстве моделизма, потому что там действительно очень-очень классно все. И видео, конечно же, об этом на канале тоже есть. На Машоне я был 5 лет назад, не 4, 5 лет назад, вот, и выкладывал видео об этом на канал. Так вот, поддержка ваша, она очень важна, потому что мы собираем деньги, в том числе на бензин для того, чтобы оттуда доехать и обратно вернуться, что немаловажно. Вот, и каждый, кто оказывает поддержку каналу для поездки на Машон на сумму 1000 рублей и более, подключается к этому секретному чату. В этом секретном чате появляются фотографии, появляются ссылки на специальные видео небольшие, которые видео с зарисовками не выходят в основной канал. И в том числе и ребята, участвующие в чате, те, кто будет онлайн, это ВКонтакте, те, кто будет онлайн в дни выставки, смогут на выставке, в ярмарке приобрести что-то, буквально моими глазами, да, мной управлять, как в компьютерной игре, чтобы я вместо того, чтобы отстреливать там монстром головы, приобретал нужные модели и аксессуары с дружеской комиссией и отправлял их в Россию, как только появится такая возможность, потому что там на Машоне рынок огромный, он просто очень большой. Там есть раритетные модели, я уже пару заказов от ребят получил, себе пометил. Буду очень благодарен вам, если вы тоже пришлете поддержку, может быть, пришлете свои хотелки. И тоже это интересно, потому что мне интересно знать, чего хотят другие моделисты, а не только я. Я бы, конечно, привез одних шерманов, визанку, да, но сейчас не об этом речь. Поэтому вот, сказал я и про поездку на Машон сказал, мне тут вот целый план есть. Вот это я упомянул, соответственно. Это, да, про чат я тоже сказал, несмотря на то, что забыл записать себе это про чат, я сказал. Вот, в общем, если у вас есть вопросы про поездку на Машон, тоже пишите мне в личном сообщении. Там внизу мои реквизиты все есть, можете написать, кому будет нужна поддержка. Так что, Илья Пущин, большое спасибо тебе, вот, огромное. Илья Пущин, ты сегодня присылал перед стримом, скажи, пожалуйста, ты на Альфу присылал? Я тогда думаю, что я просто, у меня здесь Сбер на моем телефоне. Присылайте сразу мне. Да, вот император говорит, можете мне присылать, я сразу говорю, все. А твоих реквизитов там нет, я только свои указал. Вот, так, семейный подряд у нас. Дмитрий Сорокин, ветер только напрягает, а так ждем хороший дождь. И были, так, сейчас, подожди, Илья, это же сразу стало интересно. Ты как-то это, ты говоришь на Сбер. У меня уведомления, возможно, не приходят конкретно отсюда. Вот, но... Да, да, Илья, все есть на месте, большое спасибо. Да, я записал, да, спасибо большое. Все, тебя подключаю к чату. Как только я его буду создавать, ребят, чат я буду создавать примерно за неделю до поездки. Там же я буду рассказывать о том, какие модели я везу на выставку. Свои модели, других моделистов, которые у меня, вот питерские модели, например, на руках, которые до машона должны были доехать еще в 20-м году. В 20-м году, соответственно, случилась пандемия, машон не состоялся, и эти модели стоят у меня сейчас за спиной. Некоторые уже в коробке упакованы, которые я сам для них склеил. Потому что сами питерцы не сделали коробки для своих бюстов, и некоторые из них поломались, когда летели из Тайвана. Я сделал для них коробки. Все это я подробно буду рассказывать и показывать, как все упаковано, как все приехало, как все уехало, как мы это все будем, жутко матеряясь, ремонтировать после того, как довезем до места. Вот, в общем, все это будет у нас в секретном запасном прекрасном чате. Так что, если хотите, присоединяйтесь, там у нас будет, правда, весело. Ребята, которые следили за поездкой на Тайвань в конце прошлого года, у них был точно такой же секретный чат. И они, собственно говоря, за мной следили вот от момента, как я вышел из дома до момента, как я вернулся домой, зашел. То есть, грубо говоря, это такая, получается, виртуальное присутствие на слете. Это для меня возможность вам передать вот эту вот энергию мероприятия, потому что я считаю, что русскоязычные моделисты не должны быть изолированы от мирового моделизма. И, собственно говоря, изучение тенденций наступившего уже года, 24-го, это в том числе часть той работы, которую, я считаю, нужно обязательно делать, чтобы и российские производители, и российские моделисты хорошо знали, что творится в мировом моделизме, не отставали и продолжали активно развиваться. Вот, идем дальше. Ребята говорят про погоду, соответственно. Это, да, светские беседы ведут, соответственно. А Иван Богданов в разговор о погоде вставляет маленькие рассказы про Запорожец, что тоже весьма неплохо. Я тоже автомобили люблю, вот, и Алексей Котов к нам присоединился. Иван Богданов тоже хотел кое-что с Машона, Константин знает, но понял, что с переводом денег будут проблемы. Иван, на самом деле из Беларуси можно сбросить деньги на телефон просто, потому что телефон все равно будет жрать трафик, вот, и если есть возможность пополнить счет МТС, то можно сделать и таким вот, Макаром мы с ребятами так делали, когда нужно было закидывать оргвзносы на маслет цифровой для белорусских участников. Просто вы пополняете баланс телефона МТС, соответственно, а я за вас вношу оргвзнос соответствующий. Я думаю, здесь та же самая история может проработать, если хочешь, в личке это можем обсудить. Вот, итак, помимо того основных новостей, которые я для вас заготовил, что я бы еще вам хотел сказать. Подписывайтесь на группу Сибирский масштаб ВКонтакте, потому что, как опять же показал сегодняшний неудачный стрим на МКС Восточный фронт, мы никогда не знаем, сколько YouTube будет и как будет YouTube работать в эти ближайшие годы, да, поэтому МКС Восточный фронт у них большая развитая группа ВКонтакте. Есть группа и у нас, у Сибирского масштаба, подписывайтесь на нее, там много-много новостей, в том числе, там были новости о том, что мы собирали заказ, коллективный заказ на Стардеклс, мы его собрали, соответственно, и уже отправляем на фирму. Стардеклс – это производитель декалей очень разнообразных, очень красивых, очень интересных, для самой разной техники нас, конечно, интересует в первую очередь Шерманы, и про это есть стрим, предыдущий на канале Сибирский масштаб, Шерман в декалях он называется. Вот, сейчас мы продолжаем сбор заявок на литьевые швы и номера вместе с колокольником в студию, тоже можно вписаться, и информация есть в группе во ВКонтакте, там сбор до 14-го числа, 14-го апреля, и сегодня вот буквально спонтанно начался блиц, так сказать, сбор, всего за одну неделю собирается заказ на польскую PanzerArt. Появилась у нас такая возможность, если вам что-то нужно, ссылку на каталог я отправил тоже в группу во ВКонтакте, оплата будет в рублях на Сбербанк, доставка в течение нескольких недель в Россию, с Аказией, как только получится, обязательно отправим. Если вам нужна доставка в другую страну, тоже дайте знать, посчитаем, все скажем. Поэтому Стардеклс закрыт, соответственно, литьевые номера и клейма собираются, и заказ на PanzerArt собирается. Все новости будут в группе Сибирские масштабы во ВКонтакте, не забывайте подписываться. Кстати, там есть информация о разных мероприятиях, я стараюсь там концентрировать информацию о сибирских мероприятиях, и 25-26 мая 2024 года в Красноярске состоится слет моделистов. Ребята ездили в Красноярск, очень понравилось уже, знают, что это будет у ребят, по-моему, второй слет, значит, ожидают еще лучше уровень организации. Я думаю, что Красноярск прекрасный город, если у вас есть возможность его посетить, посмотрите положение, обязательно съездите, если вы не были в Сибири. Красноярск это самый лучший город после Новосибирска для того, чтобы начать знакомство с Сибирью. Сейчас я немножко патрулил красноярцев, они, конечно же, знают, что Красноярск я люблю очень-очень сильно. Вот, и, в принципе, мы вместе с императором его любим. Мы туда даже ездили кататься на сноуборде и на лыжах. Вот, тенденции 24-го года. О чем мы с вами поговорим? Значит, основное начало стрима, я, наконец-то, добрался до преамбулы. Но до этого еще есть Алексей Котов написал. Костя, в Германии же отличные дороги. Я, когда везу модель на выставку, просто закрепляю коробку скотчем за подставку, и все отлично доезжает. Все верно, так и есть. Но мы, как бы, всегда не застрахованы от самых разных, как бы, событий. Бывает иногда, что все собрал, все поставил, все здорово, как у меня это было, когда летел с самолетом. Потом вдруг оставил без присмотра чемодан, и его уже раз кто-то толкнул, пнул, он упал, и модель уже там на боку внутри. Диорама Костенева. Да, самый вот, Лера вспоминает великую эпопею с перевозкой диорамы Костенева. А Даниил из клуба ITSM172 не нашел ничего лучшего, как просто закрепить металлическую модель в 43-м масштабе капельками суперклея за резиновые колесики на диораме. Без штифтов, без всего. Вот, без проволочек и так далее. Она, естественно, оторвалась и начала кататься по диораме, примерно как палится в бою на Чудском озере, пытаясь разгромить все там вообще вокруг. Учитывая, что модель металлическая, а все остальное на диораме было сделано из пластика, сухих веточек и всего остального, вообще удивительно, что туда что-то доехало на Тайвань. Вот, так что вот так. Поэтому Алексей Котов приглашает на выставку Питер в начале мая. Хорошее предложение. Меня уже давно зовет Вадим Муляр на выставку в Нижний Новгород, но, к сожалению, в начале мая сейчас другие планы связаны с диссертацией, поэтому, к сожалению, не получится. Вот, видимо, в другой раз. Желаю вам удачного мероприятия. Знаю, что в Питере очень крутая площадка. Я так понимаю, ты говоришь о выставке в Кронштадте, которая будет там, где подводная лодка. Это вообще прям очень здорово. Я думаю, что это будет прекрасная картинка для мероприятия. Время между ярмаркой игрушек в Нюрнберге в феврале и выставкой масштабных моделей в Машоне в апреле это возможность оценить тенденции в мире моделизма. За редкими исключениями новинки еще не поспеют на весенние выставки, а вот осень у нас уже наверняка ожидает десант из того, что только засветилось в каталогах. Куда идет моделизм, какие прототипы выбирают фирмы и что нас ждет в ближайшее время на прилавках и на выставках? Об этом сегодняшний стрим. Мы постараемся не останавливаться на отдельных новостях, а выделить именно тенденции, которые могут задержаться с нами надолго. Кстати, по поводу тенденций. Сегодня, поскольку не состоялся стрим МКС «Восточный фронт», то я перенимаю у ребят эту эстафету и наполняю призовой фонд «Новослет цифровой». Если у вас есть возможность прислать нам поддержку в призовой фонд, потому что мы уже опубликовали всех победителей, юниоров, взрослых и так далее, сейчас набираем призовой фонд для того, чтобы его разослать всем счастливым обладателям. Вот этот вот армахоббевский Як-1Б, вообще, по-моему, лучшая модель Як-1Б, раз уж сегодня мы говорим не только о Шерманах, отправится с вашей поддержкой в призовой фонд «Новослет цифровой». 1950 рублей мы собираем для того, чтобы отправить эту модель в «Новослет цифровой». Мне кажется, отличный истребок. У многих из нас моделизм начинался именно с таких моделей, может быть, не таких по качеству, но таких по размеру. Это 72 масштаб, классический масштаб, и я очень надеюсь, что у вас тоже что-то шевельнулось в, так сказать, в ностальгическом плане, и если вы поддержите отправку этой модели в призовой фонд, напишите мне, пожалуйста, об этом в чате, я буду вам очень и очень благодарен. Поэтому 1950 рублей, открываем сбор, раз уж стрим на МКС «Восточный фронт» не состоялся, я буду сегодня стримить в том числе и за них тоже. Вот, пожалуйста, не забывайте присылать сообщения в чат, я тогда буду точно уверен и буду отчитывать обратный отчет, так сказать, вести на этот як. Вот, и перехожу к основной теме. Значит, я буду сегодня рассказывать вам о... Мы будем рассказывать вам вдвоем о трендах моделизма, потому что вместе со мной будет с вами общаться, через меня как через переводчика, ответственный редактор журнала Model Fun, которого зовут Томас Хофеншпергер. Вот, вот так вот прекрасно такое у него имя. Могу сказать, что по его статьям я иногда, в принципе, читаю в Model Fun только его редакционную статью, больше ничего. Она коротенькая, он пишет достаточно витиевато, но это, в принципе, для всех немецких журналистов такая особенность есть. Они любят плести словеса, вот, такие различные пословицы-поговорки вставлять, которых даже словарь «Мультитран» не знает. Вот, ну, есть другие способы перевода, кое-где догадываемся по смыслу. Вот, он сегодня будет делиться с вами трендами через меня, я буду добавлять от себя кое-что, свои комментарии и так далее. Погнали! Значит, о чем Томас говорит после посещения выставки в Нюрнберге? Во-первых, он уже много раз говорит о том, что наше хобби, уже икс раз объявленное умирающим, мертвым и полумертвым, по-прежнему живее всех живых, цветет и пахнет. Однако, производители и торговцы вынуждены снова приспосабливаться. Радость от взрыва потребительской активности на рынке после окончания пандемии прошла. И многие сейчас обнаружили, что, я переведу его фразу на русский язык, таким образом, что у них в конюшне слишком много лошадей. Вот, у него фраза о том, что в псарне слишком много собак. Вот, что это означает? Это означает, что вы после пандемии, во время пандемии набрали себе на антресоле такое количество коробочек, что они уже понемножку начинают спрыгивать с антресоли вам на голову, и домашние уже злятся, косо посматривают, и вообще, в принципе, что это значит? Это означает, что у производителей начинаются трудные времена. Собственно говоря, они уже давно начались, и эта выставка в Нюрнберге показала, что вовсе не все так легко, как казалось бы. Вот, и вот эта эйфория после пандемии прошла, мы ее прошли, соответственно. И здесь очень также важна еще одна тенденция, которую он отмечает, демографическая ситуация. Я думаю, что Томас имеет в виду, что население западных стран стареет. Это означает, что потребители, с одной стороны, приобретают, по-прежнему приобретают модели, но количество, чисто статистическое количество молодых людей, которые входят в хобби, в западных странах невелико. И в этом плане это заставляет производителей передвигать вектор своего внимания на восток, о чем мы сегодня тоже поговорим. Томас говорит, что производители выезжают за счет роста продаж в Азии и в Соединенных Штатах Америки. Фокус они, соответственно, перемещают на эти рынки, и на этих рынках самыми главными товарами в моделизме являются. Первое. Автомобили, как говорил Якубович в «Поле чудес». Автомобили являются очень важной частью. То есть мы, например, смотрим на то, как производители продолжают выводить на рынок различные кары, будь то Аушима, будь то Тамия или, например, даже европейские фирмы Белл Китс. Для кого они-то все это делают? Они это делают в том числе для азиатского рынка, где 24-й масштаб и 25-й масштаб в Соединенных Штатах достаточно неплохо продается. Например, та же фирма «Ревл» регулярно выпускает свои наборы, которые, я так понимаю, достались им еще от ЕРТЛ. Фирмы выпускает в наборах с красками, с кисточками, и люди собирают. «Форт Мустанг» собирают, «Корветт» какой-нибудь, «Порш 911». Большой радостью собирают в виде какого-то набора и красят кисточкой, клеят декали и весьма довольны своим качеством работы. Номер два, что вызывает большой интерес у потребителей в Азии и в Соединенных Штатах Америки – это, конечно, фэнтези. Все, что связано с фэнтезийными фигурками, моделями, различными аксессуарами и так далее – это все, что работает весьма неплохо. И большая история европейских стран для тех же азиатских стран очень и очень далека. Вообще, в принципе, мы, конечно же, находимся с вами в европоцентричном мире, а если посмотреть немножко дальше, на регионы глобального юга, как его называют, или на восток, то там на самом деле события той же самой Второй мировой войны не настолько актуальны, хотя тоже по-своему актуальны, но, например, там гораздо большее значение может иметь какая-нибудь фэнтезийная вселенная. Номер три – франшизы. Франшизы – то, что в немецком языке называется «лицензии», «ди лиценз». Что это такое? Это «Звездные войны», это «Стартрек», это различные все там трансформеры, «Гундам» и так далее, и так далее. Все, у чего есть дополнительная гравитация, дополнительная прибавочная стоимость, которая отъедает не только стоимость продуктов в сторону правообладателя, ройалти, которая забирает себе правообладатель той или иной вселенной, но и позволяет повысить немножко цену, позволяет поставить на полку набор, у которого будет чуть-чуть выше цена, за счет того, что там будет не один логотип, например, «Ревел», а еще и логотип «Стар Уорс» в «Звездные войны». Это будет продаваться, соответственно, поэтому в данном случае это номер три. И позиция номер четыре – это самолеты. Самолеты, которые тоже любят в Юго-Восточной Азии и весьма неплохо их собирают. Те, кто видел мои репортажи с выставки на Тайване, знают, что там самолеты, будь то винты или свистки, одна из самых, так сказать, наполненных номинаций. И сравните это с результатом новослета цифрового, у которого самая наполненная номинация – это «Гусеничная техника». 100 работ пришло, 100 работ. На втором месте, по-моему, «Колесная техника» 63 работы, если мне память не изменяет. Но я могу немножко ошибаться, просто я статистику готовил сегодня к стриму «Володин» на МКС «Восточный фронт», и это его прерогатива – озвучить полностью статистику. И вот, значит, если у вас здесь есть, соответственно, такой вот коктейль из автомобиль, фэнтези, франшиза и самолет – четыре позиции. Внимание, вопрос. Какая модель является идеальной для этого рынка, и какая модель будет лучше всего соответствовать этому рынку? Отвечает, а ответ – после того, как я прочитаю немножко чат. А чат у меня не двигается. Это значит, что ребята слушают, и мне это очень приятно. Иван Богданов говорит, что означает «нахомячили», это про моих лошадей в конюшне. Иван Богданов. На форумах тоже писали, что 3D-печатник убивает моделизм, а Якубович все еще и говорит, передача все еще идет. Я не уверен, что там автомобиль – главный приз, хотя может быть до сих пор автомобиль. Лада, да? Ну вот, мне подсказывает мой редактор, соответственно. Многих редактор сидит в ухе, а у меня в соседней комнате. Сергей Беликов. Да, на днях был анонс «Аурус лимузин» в 24-м от «Менго». Остается выяснить, не приурочен ли анонс к 1 апреля. Не знаю, может быть и приурочен. Хотя, если «Аурус» подарили Ким Чин Ыну, то это уже следующий этап популярности этой машины. Так вот, внимание на такие. Прошло 30 секунд. Какая модель для азиатского рынка является идеальной, если там любят автомобили, фэнтези, франшизы и самолеты? Отвечает фирма «Академия», которая выпускает «Деориан» из второй части «Назад в будущее», который и автомобиль, и фантастический, и относится к франшизе «Back to the Future», может не самая крутая франшиза, но тем не менее популярная весьма, и еще и летает. То есть, да, буквально «Человек и пароход» это, соответственно, явление. Да, я знаю, что «Аушимы» был и есть этот набор, и он как бы продается весьма неплохо. Разница самолета, хотел сказать, разница «Деориана» в исполнении «Академии» заключается в том, что это металлический кузов. Металлический кузов и освещение для вот этого контура, мигающего контура в комплекте, соответственно, который позволяет создать не просто автомобиль, но еще и ночник. Шучу. Мигающую какую-то такую структуру, субстанцию, которая позволяет вам представить результат своей работы в самом лучшем виде. Аушима тоже не ничтоже сумняшись, добавляет в ответ на релиз «Академик» своему прежнему «Деориану», соответственно, но добавляет такие литники с прозрачными огоньками, прозрачными следами в пламени, которые вы можете раскрасить, и у вас будут, соответственно, вот эти следы пламени, которые за вашей машиной тянутся, и это будет тоже. То есть вот две модельных фирмы делают два таких релиза, которые, с одной стороны, не что-то из ряда вон выходящее, но тут надо еще понимать, что фирмы, у них нет задачи удивить нас с вами, у них нет задачи сделать что-то такое, чего мы скажем «Вау!», их задача продать как можно больше коробок. И они в этом плане должны одновременно и опираться на что-то, это как диссертация. Ты должен и сделать что-то очень новое в науке, и одновременно не оторваться от других теорий и других исследований, чтобы не повиснуть в воздухе и не сказать, что ты изучаешь вообще то, что никто раньше не изучал, потому что это на самом деле было никому не интересно. Вот так и здесь. Они создают тот продукт, который можно предложить рынку и который будет продаваться. Вот в этом плане идеальный продукт для этого рынка. Ну, опять же, рынок порешает, как сказали бы, соответственно, поборники свободного рынка. Но посмотрим, что будет, соответственно. На азиатских рынках клиенты более юные, то есть там демографическая ситуация несколько иная, и эти клиенты ценят возможность самостоятельно построить игрушку. Игрушку, которую они будут в том числе демонстрировать друзьям, с которой можно разыгрывать какие-то сценки и комбинации, которую можно снимать в социальных сетях в качестве какого-нибудь там, я не знаю, части контента и так далее. И они хотят ее сделать оригинальной, кастомизировать таким образом. И, как следствие, в моделях появляются металлические части. Металлические части, которые делают модель более играбельной, да, с ней можно больше играть. Она будет более долговечной. Соответственно, она создает эту приятную тяжесть в руке. Все, кто декастовские модели когда-либо держал в руках, знают, о чем я говорю. Вот, и это уже частично готовые модели, которые практически сразу можно собрать и быстро начать игру. То есть, опять же, для ребенка сейчас, или для подростка, важно, что эта модель относится, может быть, к какой-то франшизе. Но на нее не надо тратить полгода для того, чтобы с ней поиграть. Соответственно, вот в этом плане можно сказать, что такой формат, формат такой Бураго, можно себе представить. Если Бураго, конечно, тоже делал Делори. Если Бураго делал Делори, напишите об этом в комментариях, я не в курсе. Итоги, соответственно, вот это первая такая подхода к трендам, да, к ним еще мы еще вернемся. Во-первых, появляется больше наборов для новичков. Наборы для новичков с, соответственно, с красками, с кисточками и так далее. И в этом плане, например, сегодняшний, там, на днях была бомбическая новинка от звезды Т-34 40-го года в 35-м масштабе. Я не знаю, была ли это первоапрельская шутка или нет. Вот, если это не была первоапрельская шутка, то это, на самом деле, очень крутая новинка. Она тоже выходит, судя по картинке, она выходит в формате сразу с подарочными, с красками, с набором. Ну, не знаю, правда, первоапрельская шутка или нет. Напишите в комментариях, если вы в курсе. На сайте звезды ничего такого не нашел. Второе. Как я уже сказал, модели более готовые и на рынке больше готовых моделей. То есть, это модели, которые уже практически не нужно собирать, не нужно красить. Там, например, если металлический кузов присутствует, то он уже окрашен. Вот, даже если модель в полуразобранном состоянии продается. Больше радиоконтроля. Соответственно, больше вот этого вот интерактивных каких-то элементов радиоконтроля. Больше франшиз, больше вот этих вот «Звездных войн», «Стартреков», «Людей Икс» и так далее, и так далее. Больше игрушечности. Именно больше идей игрушки. Это то, что воспринимает азиатский рынок. Для российских производителей выход на азиатский рынок сейчас особенно важен. Потому что не все далеко можно поставлять в западные страны, соответственно. Логистические цепочки растянулись, появилось больше посредников. Прибыль уменьшилась и так далее, и так далее. Поэтому в этом плане выход на азиатские рынки особенно важен. И, может быть, кому-то из них будет полезен мой сегодняшний обзор. Если вы знаете кого-то из российской фирмы, которая занимается производством масштабных моделей или аксессуаров, перешлите им ссылку на это видео. Будет очень здорово, если они это посмотрят и оставят комментарий. Вот. Фактически, что самое интересное, моделизм возвращается к истокам. Он возвращается, он постоянно это делает, постоянно отходит, постоянно снова возвращается. Но мы все выросли из того, что вот такая вот модель, как вот этот вот Як, соответственно, Як-1Б в данном случае от фирмы Арма Хобби, который мы отправляем в призовой фонд новослед цифровой, его можно было не просто собрать, его можно было аккуратно взять за хвост и поиграть им, полетать. Не обязательно это была не просто игра, знаете, как у ребенка четырех лет. Нет. Игра предполагает наличие контекста. Игра предполагает определенные правила. Игра предполагает создание этих правил, следование этим правилам. Все, кто хоть раз играл во дворе в какие-то игры или там у кого есть братья, сестры и так далее, кто-то коротал вот это время, пока родители на работе, создавая свои вселенные, как бы мы сейчас сказали, правила игры и так далее, знают, что игра в этом плане это вовсе не детская шалость. В игре создается образование. Игра это часть взросления, это часть постижения мира и так далее. Если для этого существует ястребок или там, я не знаю, робот-гундам или паровоз, кто из нас не мечтал о ГДРовской железной дороге? ГДР не было, а мы еще продолжали о них мечтать. Вот это и есть игра. И в этом плане моделизм возвращается. Все-таки для игры модель должна быть несколько другой. Например, если мы говорим об этом самолете, если себе представить его выпуск в игровой версии, наверное, у него должны быть металлические стойки шасси. Потому что уже не так важна отравленка, она, кстати, в этом наборе в комплекте есть. Это все-таки эксперт-кит, эксперт-сет. Из него можно собрать выставочную модель. Но вот игровую модель собрать не получится. Если бы, например, фирма Армахобби хотела сделать из этого модель для азиатского рынка, она бы предложила не только яркие раскраски, она бы еще часть деталей убрала и заменила их, например, металлическими деталями, создав такой кит комбинированный, в котором была бы металлическая часть, пластиковая. И декали, например, они бы сохранили. Таким образом, еще продали бы некоторое количество коробок в Юго-Восточной Азии. Фактически, Томас говорит нам, следите за фирмой Академии. Следите за фирмой Академии, потому что именно она хорошо знает азиатский рынок. У них есть предложения для девочек в разных возрастных категориях. Различные фигурки, различные модели с карамельными цветами, окрасками и так далее. И для мальчишек они выпускают множество самых разных моделей, в том числе и различные копии оружия, которые в Европе не продаются. По многим причинам в Европе есть ограничения на продажу военных игрушек. Купить меч джедая, который можно ситха разрезать напополам, можно. А вот пистолет купить нельзя, соответственно. Но зато можно купить водный пистолет, ярко-оранжевый или какой-нибудь в самых разных цветах. И делать вид, что это обычный пистолет и играть в свои, соответственно, игрушки. Поэтому тут есть некоторая, мне кажется, игра понятий. Но тем не менее. Американские и японские фирмы, производители и, самое главное, продавцы, идут по пути диверсификации, разнообразить свои предложения на рынке, чтобы чувствовать себя на рынке более устойчивыми. Это позволяет им как раз занимать разные самые ниши и создавать продукты, которые будут приобретаться не только маститыми моделистами, не только моделистами, вот как мы с вами, да. А моделистами в том числе, которые приходят просто в магазин и хотят выбрать что-то и начать с этим работать прямо сегодня, прямо сейчас. Не погружаясь в прототип, не включаясь в работу там YouTube каналов, Sherman чатов и так далее, и так далее. Не закупая литературу, а просто взять и собрать для себя модель. Так, про Aorus ребята заговорили, Иван Богданов в 64-м масштабе. Aorus это шутка первоапрельская, а Ornitopter в 70-м не шутка. От кого, кстати, Алексей? Ornitopter, кстати, тоже прекрасно соответствует этому правилу. Ornitopter это, конечно, не автомобиль, но это фэнтези, это франшиза, набирающая популярность франшиза, дюны, и это летающая. То есть это не самолет, но это летает. То есть в этом плане, в принципе, можно сказать, что он на три пункта из четырех прекрасно соответствует потребностям азиатского рынка. Илья Пущин. Была шутка, говорят, летники Dragon покрашены в фотошопе. Бурага не делала, да его не видел, говорит Иван Богданов. Спасибо большое. Про 34-ку это была неудачная шутка. Ну что ж, жаль, жаль. На самом деле было бы круто, если бы звезда выпустила именно такую модель Джокером. Шутка, кстати, получилась удачная, потому что я купился. Вот, я считаю, что это очень хорошо. Мы, кстати, благодаря вашей поддержке можем купить вот этот вот Яковлев Як-1Б и отправить его в призовой фонд новослед цифровой за 1950 рублей. Если вы хотите нам в этом помочь, мы будем очень рады. Помимо Академии, Томас Хопфеншпергер. Интересно, мне удастся произнести это без запинки хотя бы раз. Airfix это фирма, которая привлекает внимание сейчас, потому что Airfix продвигает все больше моделей, с которыми можно играть. Для них он старается находить юных покупателей, выстраивать соответствующим образом маркетинговые сети. Опять же, если в поле вашего зрения нет таких моделей, не значит, что их на рынке нет. То есть, у вас в поле зрения могут быть Airfix-овские новинки, например, перевыпусках старых моделей с новыми дикалями. Или репак того же Академии, который присутствует в сетке Airfix. Они Хелкет Академовский перепаковывали, М4А3 Шерман перепаковывали, Джексон, по-моему, они перепаковывали Академовский. То есть, в принципе, видно, что у фирмы есть связи с южнокорейской фирмой Airfix, Airfix Академии. Может, они просто на А, поэтому и между собой коммуницируют. Но в любом случае, они же одновременно, отмечает Томас, делают весьма интересное предложение для моделистов в возрасте. Для тех, кто работает уже над моделями более, так сказать, скрупулезно. То есть, покупает, складывает их на полки и не собирает. Маркетологи явно комбинируют нотки ностальгии, которые используют для того, чтобы вытащить, так сказать, деньги из нашего кармана. И одновременно стараются создавать конкурентоспособные продукты именно с яркими коробками, яркими окрасками и так далее. Это позволяет им дополнять свой ассортимент и предлагать дилерам разнообразные модели для поставки. По фирмам, какие интересные моменты можно выделить из материала, который пишут коллеги в Model Fun. Буквально три фирмы я упомяну, четыре фирмы, которые можно выделить не то, чтобы это тенденции, а просто интересные факты для вас. Ревелл очень успешно продает в США свои модели N1 Starfighter в 24-м масштабе, это вселенная Звездных войн. И Mustang Boss 1.25. Это все новые пресс-формы, как утверждают авторы журнала. За счет 25-го масштаба я не уверен, но если Ревелл сделал в 25-м масштабе новую модель, это лишний раз подсказывает о том, что автомобили, особенно американская классика, разумеется, и в США, и в Японии, и в Юго-Восточной Азии, я имею в виду, разумеется, Южную Корею, Тайвань. То есть страны, которые тяготеют к западному миру, я уверен, востребованы. Tamiya. Tamiya продает свой F-35A в масштабе 1.72, это Lightning II, это, соответственно, истребитель пятого поколения, и свой суперкар GMA T-50 в масштабе 1.24. ICM. Компания действительно выходит в ведущие бренды мировые. Model Fun приводит фотографию исполнительного директора ICM Александра Бузина, который позирует с дочерью Валерией. И интересно, что Александр, согласно данным Model Fun, работал раньше в Антонове, соответственно, и оттуда принес, видимо, в том числе свои инженерные знания и так далее. Позируют они гордо с медалью от Model Fun за бронеавтомобиль Казак 2 в масштабе 1.35. Маловероятно, что эта модель найдет путь на российский рынок. В отличие от другой модели, которой является большая птичка, и они активно двигают ее во всех социальных сетях, это B-26 Marauder в 48-м масштабе. До этого были модели Esky и Revel, у меня есть обе. Я собирался когда-то делать их в 48-м масштабе, но, конечно же, наверное, уже как бы Marauder сейчас я приобретать не буду, хотя, судя по всему, модель весьма качественная. К этой теме, кстати, к теме больших птиц мы с вами еще вернемся. И четвертая фирма, которая достойна отдельного упоминания, это совершенно неожиданно фирма Gecko. Gecko, которая буквально как маленькая ящерка проползает во все щели, оставленные крупными производителями, и откладывает там свои наборчики. В данном случае они весьма неплохо осваивают тему Вьетнама, Вьетнамской войны. И очень неплохо даже в тематике Шерманов отметились БТРчиками Кенгуру на базе, канадскими БТРами Кенгуру на базе РАМ, танка РАМ. Вот один такой БТРчик собирает нас как раз в Шерманчате коллега и очень интересно рассказывает об этой сборке в Шерманчате. Что у меня есть в чате? Келли, всем привет, посмотрю в записи, 5 на развитие, спасибо за помощь с Демагог. Пожалуйста, большое, я очень рад, Келли, что пришла информация. Вовремя, Демагог, скажу ребятам, кто не в курсе, это танк с Ивадзимы, который коллега как раз собирает. И я очень надеюсь, да, он прислал 5 евро, соответственно, в поддержку. Единственное, что на развитие, да, то есть это не в приз, это 5 евро на развитие. Спасибо большое, буду очень благодарен, если вы последуете примеру коллеги и нас будете поддерживать. Дмитрий Сорокин, неудачная шутка, потому что многие поверили, начали обсуждать и т.д. и т.п. А потом жесткий облом, нельзя так, я в принципе не понимаю, зачем из обычного дня делать какой-то балаган и фигней застрадать. Да, обидно, согласен. Я тоже подумал, что это было очень здорово, даже Леря рассказала сегодня за обедом, что вот Звезда наконец-то выпустила Т-34-ку 40-го года, то, с чего начиналась вообще вся Т-34-шная серия. Подтверждаем. Да, вот, Лера подтверждает. Гордон Фриман, когда Звезда начнет выпускать Т-44 и 1.35, никто в мире не выпускает? Ну или пусть отберут формы, абзац просто в коллекции, дырка Т-34, потом Т-54. Ну, не знаю, Гордон, может быть, вы и дождетесь, когда соберет Т-44, но если вы принципиально не хотите приобретать Т-44 у мини-арта, можете попросить напечатать вам корпус, соответственно, в 35-м масштабе в 3D, 3D-печать выполнить. И закрыть политику, закрыть отверстие в вашей коллекции. Т-44 в 72-м масштабе есть, пишет Иван Богданов. Продолжаем. Томас сравнивает наше хобби с деревней Галлов из Астерикс и Абеликс, потому что она неубиваемая. И он говорит, что наше хобби действительно по-настоящему неубиваемое и выделяет несколько трендов, о которых мы как раз сегодня и поговорим, тем более, что мы уже перевалили за экватор нашего стрима. Тренд первый, который касается в целом всего моделизма, который он наметил для себя на выставке в Нюрнберге. Новые модели выходят постоянно, без конца. Количество новинок просто такое, что мы не успеваем о них, соответственно, писать. Соответственно, по правилам, как он говорит, маркетанской службы в действующей армии, все варианты хороши, лишь бы вытянуть деньги из кармана незадачливого покупателя в данном случае. Поток, постоянный поток новостей, это очень важный тренд номер один, о котором он говорит. Тренд номер два. Инфляция. Инфляция это часть как раз и как бы ковидной и постковидной, вообще постковидного рынка в принципе. Я так понимаю, инфляция во всех странах есть. В некоторых странах она чуть побольше, например, Аргентина, Турция. В некоторых странах она чуть поменьше. Но, тем не менее, инфляция есть. От себя могу сказать, что даже вот в Европе, пока я учусь здесь, я заметил, что звездовский Шерман, который стоил 21 евро поначалу. Я говорю про первый звездовский Шерман М4А2 с 75-мм орудием. 21 евро он стоил в Европе в розницу. Это 2000... Ну, тогда еще как бы курс был немножко другой. Но давайте считать по одному курсу 2100 рублей. Сейчас стоит больше 30. То есть, он подорожал больше, чем на 10 евро. Соответственно, за какие-то 2 года. То есть, это на самом деле 2,5. Это на самом деле очень важный тоже показатель. Кроме того, например, Драгон в Европе, он просто улетел в космос. Если раньше драгоновские модели стояли по, допустим, условно говоря, по 4500, по 4900 рублей. И их продавали со скидкой. Некоторые можно было купить по 3000 рублей. В европейских магазинах я себе парочку взял. То сейчас они стоят со скидкой 5000 рублей, 5500. А их цена без скидки 7900, соответственно. Ну, понятно, что есть распродажи. Есть и на Алиэкспресс распродажи Драгона. Некоторые модели появляются и в российских магазинах с хорошей ценой, с хорошей скидкой. Но в массовом плане Драгон подорожал. То, что они добавили туда какие-то там 3D-печатные детали, мне кажется, не должно приводить стоимость модели к позиции 7500 рублей. Но это так или иначе происходит. Такова, как говорится, такова салявит. То есть, Драгон у нас улетел в небо. И, кстати, хочу сказать, что в Азии, когда я был на Тайване, на выставке, там обратная ситуация. Там жалуются на низкие цены. Жалуются на низкие цены, но не потому, что нет инфляции, а потому, что некоторые фирмы, для того, чтобы получить своего покупателя, резко снижают цену. В частности, очень много критики было в адрес фирмы Бордер, которая обвалила цены на свои тигры и продавала их, в том числе и в континентальном Китае, по достаточно низкой цене. И другие компании жаловались, что они не могут выдерживать такую конкуренцию. И это со стороны Бордера Драгон. Ну, как говорится, могут себе позволить, соответственно. Но я думаю, что делать модели слишком дешевыми тоже не нужно. Поскольку, да, есть такие производители, как «Звезда», которая, в принципе, дает хорошее весьма качество за низкую цену. Но должны быть и такие производители, как «Арма», например, «Арма Хобби», или как «Гекко», которые дают хорошую цену с относительно хорошим качеством. И должны быть такие фирмы, как «Асука» и «Тамия», которые дают высокую цену с действительно высоким качеством. «Тамиевские» модели, понятно, разные бывают, но тем не менее. То есть, мне кажется, должны быть разными. И, по большому счету, мне думается, что модель, если вы собираете ее несколько месяцев, это мое кредо, я постоянно его повторяю. Если вы собираете модель несколько месяцев, и вы зарабатываете сами, а не откладываете со школьных завтраков, вы вполне можете потратить на свое хобби пару-тройку тысяч рублей и наслаждаться хорошим китом. Но тогда не пытайтесь набить себе антресоли и старайтесь сделать так, чтобы количество наборов у вас было постоянным. Например, собрали один, купили еще один и так далее. Это очень трудно. На это, собственно говоря, работает вся маркетинговая, вся эта королевская конница, вся королевская рать. Соответственно, каково следствие этих событий? Продавцы также отмечают снижение покупательского интереса, снижение покупательской активности. Покупатели становятся все более и более привередливы. Продавцы пытаются увеличить скидки на продукцию. И от этого падает маржа. Снижается маржа. И вот тема, которую мы поднимали в одном из наших стримов, неоднократно закрытие модельных магазинов. В том числе оно происходит от того, что поскольку маржинальность снижается торговлей моделями, вот они не могут больше платить арендную плату. И на том месте, где раньше был модельный магазин, появляется что-то очень важное для развития молодежи. Кальянная, например. Или еще что-нибудь в этом роде. Или как? У нас сейчас кальянных нет, у нас же есть, как называется, пар-бар или что-то там у нас, где там это может быть. В общем, вам лучше знать. Я сейчас тоже постараюсь из этого логического тупика выйти. Это не упрощает работу производителей, считает Томас. Это делает их работу, их прогнозирование еще более сложным. И они в прогнозировании цен и в попытке выстроить маркетинговую политику стали активно внедрять искусственный интеллект. То есть они уже нейросети помогают выстраивать логистические цепочки, выстраивать маркетинговую политику, скидки и так далее. Иногда это видно на примере, например, тех же крупных маркетплейсов, типа Алиэкспресса. Когда у вас модель, допустим, продается, или Озона. Когда у вас модель продается, на Озоне это хорошо видел, Джумбо Менговский торгуется по 2500 рублей. Все такие, вау, вау, здорово, здорово. Друг другу рассказывают, Менг на Озоне заходишь, он там стоит 6 с копейками. Что произошло? Может, подкрутил цену производитель, продавец. Потому что Озон тоже, как и многие другие платформы, славится своими взаимоотношениями со своими продавцами и так далее. Может быть, что-то другое произошло. Но в любом случае, эти все события, они в том числе между нами и продавцом, уже теперь есть не только деньги в виде медиума, но и искусственный интеллект или какие-то другие алгоритмы, которые анализируют спрос на те или иные товары, предлагают продавцам те или иные стратегии. В этом плане еще раз Томас говорит, что никуда не делось чутье опытных продавцов и опытных производителей. И еще раз отмечает, что в этом деле Airfix очень хорош. Как-то Airfix его хорошо ублажил на этой ярмарке, что он так хорошо все время отзывается про Airfix. Володя Яшин к нам присоединяется. Это очень здорово и я очень рад. Костя и Лера, привет. Привет тебе, Володя. Привет тебе, Скати. Надеюсь, ты уже дома, судя по времени. Иван Богданов, все поприветствовали. Володя. Нет, стрима их, по-моему, не было в итоге. Они так и не запустились. Владислав Перегудов проверил коробку с DeLorean от Aushima, которую подарил дедушка Мороз в прошлом году. В ней нет прозрачных языков пламени от корес. Может, тоже шутка? Но этот журнал вышел в марте 2024 года. И я потом ближе к концу покажу вам картинку с этими языками пламени, чтобы вы примерно понимали, о чем идет речь. Нет, это не шутка. Видимо, это просто новый тулинг, как делают некоторые производители. Добавляют в старый набор что-то... Гордон Фриман спрашивает, почему с Али такая дорогая доставка? 1500-3500. Не могу отвечать за Али. Хочу сказать, что доставка, в принципе, дорогая сейчас. Повсюду. И по России доставка дорогая, и тем более доставка дорогая из-за рубежа. Так что я тоже думаю, это связано с тем, что люди хотят заработать деньги. И в том числе, вот вы как бы радуетесь тому, что у вас есть возможность купить товар на Алиэкспресс, а не в соседнем магазинчике модельном. И модельный магазинчик закрывается, и вы махаете, машете на него рукой и говорите, ну и черт с ним. Не выжил, не смог. И так далее. После этого та компания, которая предоставляла вам товары, понимает, что у нее растут продажи в России. Вместо 10 коробок они же отправляют 100. Их партнер, логистическая компания, потирает ручки и говорит, я хочу заработать больше на этом. Это капитализм. Никто не будет понижать цену, никто не будет оставлять цену прежней при увеличении спроса. Если спрос увеличивается, увеличивается цена. Если спрос увеличивается и не увеличивается предложение, увеличивается цена. Если спрос увеличивается, соответственно, предложение больше, чем спрос, цена может снижаться. Но если оно как бы соответствует, то цена будет увеличиваться, как и за товар, так и за логистику. Больше того, люди очень часто, например, приобретают тот или иной товар, работает такая фишка, да, они не смотрят на стоимость доставки. То есть им кажется, что если они купили товар за 1500 рублей, а его доставка стоит 900, то это крутая сделка. Хотя в реальности они могли бы вполне за 1900 тот же товар купить в соседнем магазине. Но они об этом не знают, опять же потому, что проводят больше времени в интернете. В общем, электронная коммерция это суперинтересная тема, я в ней вообще не разбираюсь. Но тем не менее, как потребитель и как человек, который иногда принимает заказы и отправляет что-то, могу пару слов на эту тему сказать. Я могу сказать, что в этой сфере моя экспертность недораспакована. Главный тренд этого года 35 масштаб. Самый главный тренд, он идет у Томаса под номером 3. Самый важный масштаб 35, его называют диорамным масштабом немецкие коллеги, диорамный масштаб. Этот масштаб цветет и пахнет, и что самое главное, цветет он вовсе не танковым 4БО, и не оливдрабом, и даже не трехцветным камуфляжем панцерваффе. Цветет и пахнет этот масштаб вертолетами, самолетами, кусками палуб авианосцев, фигурками, автомобилями, животными, диорамными аксессуарами, и чем бы то ни было он продолжает цвести. Внутри 35 масштаба продолжается внутренний тренд, вставленный такой, тенденция в тенденцию, как матрешка. Продолжается развитие наборов с полным фаршем. То есть полный интерьер, то, что дает возможность собрать модель из коробки пластика без применения дополнений каких-то там больших 3D-печатных или смоляных, вы сами можете решать, собирать вам двигатель или нет, собирать вам интерьер или нет. В этом плане могу отметить не только MiniArt, но и Gecko, тоже Models. И вот даже сейчас, здесь у меня на обложке, пусть это не масштаб 35, но это масштаб 16, который делает Daswerk в том числе, тоже в 16 масштабе делают модель из пластика по технологии полный фарш. Хотя базовые киты тоже развиваются, это тоже важный момент. В этом плане это как бы такой разнонаправленный тренд. Вторая мировая война не сдает позиции, но при этом военная техника развивается за счет так называемых прототипов второй линии. То есть это не такие прототипы, как 34-ка, например, или там Тигр. Это прототипы типа Стюарта, да, вспомним, MiniArt, MiniArt, который вот-вот выезжает на рынок. И тот же Gecko, который сделал RAM, Кенгуру, это не самая большая мечта для моделиста, но поставить его на диорамку, на второй план весьма было бы и неплохо, весьма интересно. Вот такой вот внутренний тренд намечает еще коллега Томас. Что у меня в чате? Так, про мальчика Бобби и деньги. Да, Иван, мы уже поняли с вами, что мы все родом из СССР. Дмитрий Сорокин, я, кстати, тоже родом из СССР, поэтому, да. Дмитрий Сорокин, вот я и не покупаю на Али ничего модельного. А в плане доставки тогда уж лучше Озон воспользоваться, подождать. Чуть дольше за доставку столько не отваливать. Ну, никто не вправе навязывать вам потребительское поведение, кроме того, кто продает вам товар и навязывает вам потребительское поведение с помощью рекламы, с помощью различных акций и так далее, и так далее. Просто всегда задумывайтесь о том, насколько важно действительно вам приобрести ту или иную модель. Не является ли сделкой ради сделки, а не сделкой ради того или иного Китая. Если вы хотите выбрать ту или иную модель, например, по Шермана можете посоветоваться со мной. Если вы приобретаете другие модели, найдите опытного моделиста, друга, коллегу, который, может, вам скажет, слушай, на самом деле сейчас, наверное, ну, опять же, если вам это доставляет удовольствие, если вы хотите, если вы хотите приобрести эту модель и обладать ею, ну, сделайте это. Вполне, как говорится, как пел Высоцкий, так лучше, чем отводки от простуд. Вот, будут падать модели с антресоли. Ну, что, будем собирать их и складывать обратно. Владислав Перегутов обратил внимание, что появилось много моделей для художников. Не фигуры, не бюсты, а техника. Они, как правило, небольшого масштаба, 3D печати, с минимальной сборкой, но удобной и внятной окраской. Очень интересно, кстати, спасибо большое за это замечание, Владислав. Я не обращал на это внимания, но, в принципе, мне кажется, это весьма интересный такой вот поддвижение. Есть один момент, который перекликается с этим, я к этому еще перейду. Вот, но я надеюсь, что у вас будет еще интересный комментарий. Если вы заметили какие-то тренды или тенденции в моделизме сейчас, пишите в чат. Если будете смотреть в записи это видео, тоже напишите, пожалуйста. Будет интересно продолжить обсуждение и дискуссию под этим стримом, так сказать, как в продолжении. Напоминаю, походу, что у нас есть возможность, если вам нужен, например, аксессуар от Panzer Art, вы можете написать мне личное письмо до сообщения до 9 апреля. Вы можете также включиться в предзаказ на литьевые швы и клейма от колокольника в студию «Сибирский масштаб». Плюс, если вы, опять же, вписываетесь в заказ, вы можете мне присылать вопросы о том, как носить те или иные литьевые номера. А я знаю, что вопросов по этой тематике очень и очень много. Мы затрагивали их в специальном стриме, но, конечно, ответить на все вопросы по этой огромной подтеме в Шерманах практически невозможно. Если вы хотите поддержать канал «Сибирский масштаб», это можно сделать в реквизитах, которые мы указали, тоже внизу. Если вы хотите поддержать поездку на Машон, это тоже можно сделать, только пришлите пометку «На Машон». Тысяча рублей, и мы включаем вас в специальный чат. Вот Илья Пущин как раз насобирал сегодня на включение в специальный чат, и он туда будет добавлен. Спасибо большое, Илья, за твою поддержку. Ну и, как говорится, последнее, но не в последнюю очередь. Если вы хотите помочь нам собрать призовой фонд «Новослёт» цифровой, вот этот Яковлев «Армохобби» улетит туда, если мы соберем 1950 рублей. Просто у него цена выше немножко, но мы чуть-чуть сделали скидку. Мы его отправим одному из победителей призеров новослётских номинаций. Вот, Иван Богданов нашёл АЦ-40 от АВД Models. Теперь, думаю, хотелка давняя. Самое главное – хотелки не только покупать, но и собирать. Это тоже очень важно. Вот. Тренд номер четвёртый. Качество. Качество. «Бордер» делает на своей модели японского самолёта «Кейт» в 35-м масштабе не только заклёпки, но и хлопуны. Собственно говоря, вот этот провис металла в районе клёпки и выпуклость его в центральной части, это уже есть на этой модели, выглядит, конечно, очень и очень впечатляюще. Главный рынок в мире по-прежнему Соединённые Штаты Америки. Внимание к их технике повышенное, к американской технике. К этой теме мы ещё вернёмся с вами сегодня. Тренд номер пять. Вот как раз то, о чём говорит Владислав. Томас перекликается с вами в своих наблюдениях. Инструменты и аксессуары, а также краски, ещё никогда не были настолько многочисленными на рынке и ещё никогда не были так дороги на рынке. То есть цена на краски весьма внушительная. Не нужно, как сказать, поддаваться уловке, что краску стали разливать в маленькие баночки. Соответственно, если вы представите соотношение Томиевской банки к банке, например, к тюбику того же Валеху или АК Интерактив, выяснится, что краски на самом деле достаточно дорого стоят. Но, как отмечает Томас, и я с ним в этом согласен абсолютно, если эти аксессуары, если эти краски, эти пигменты и всё остальное помогают вам не бросить проект, не терять к нему интерес, а закончить его в хорошем качестве, радоваться моделизму и проводить время с любимой моделью, то на самом деле это очень-очень важно. Поэтому, если вы приобретаете эти аксессуары, то, значит, они того стоят. Кстати, PanzerArt тоже аксессуары. Я бы сказал, ассортимент у них весьма интересный. Некоторые из них действительно незаменимы для создания тех или иных моделей. Да, наверное, это пятый тренд основной, который я бы хотел отметить. И сейчас я хочу перейти к визуальной части сегодняшнего стрима и показать вам некоторое количество картинок, а то скажете, что врет Константин, нету такого, не бывает таких моделей, как говорится, нету таких новостей. А он нам тут берет и рассказывает. Хотелось бы вам показать несколько страниц журнала Model Fun, для того, чтобы вы, опять же, знали о том, как этот журнал выглядит. Вот, покажу вам Томаса Хофеншпергера, чтобы вы знали, кто вместе со мной провел сегодняшний стрим. Вот здесь все это будем делать. Поехали. Так. Наши традиционные перемещения. Мы в центре? Командуй. Сюда? Да. Страницы матовые у журнала, они так сильно отсвечивать не будут. Это просто обложка. Поверни, пожалуйста. Это обложка. Мы уже поняли, как в прошлый раз. Вот так. Вот так. Да? Да. Благодарю. Хотел бы еще отметить, что в рамках распаковки моей экспертности у меня сегодня указатель, между прочим, Pricewater Cooper. Консалтинговая компания. Так что, если кому-то нужен консалтинг в рамках моделизма, вы, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Да, я нашел ее на улице. И по моей теории, ручки, найденные на улице, пишут лучше всех. Начнем мы вот с этого прекрасного человека, Томас Хофеншпергер. Это, собственно говоря, исполнительный редактор Model Fun. И сегодня для вас я его цитировал. В принципе, я думаю, что вряд ли вы его будете искать в толпе, поэтому можете представить себе, как он выглядит. Вот две новинки от Академии и от Аушима. От Аушима не новинка на самом деле, а такая старинка. Но новинка от Академии – это модель с металлическим кузовом, как пишет журнал Model Fun, и со светящимся вот этим вот экстерьером. Не побоюсь этого слова. Здесь, соответственно, у нас новинка от Аушима с этими стеклянными огоньками пламени. Не знаю, в таком виде они в коробке подаются, уже продаются, или вам их нужно окрасить. Я на самом деле... Давай поближе немножко сделаем, покажем вот эти вот огоньки. Не проблем. А то друзья ищут их в коробках. Ну, чтобы эти огоньки были у вас, нужно продать старую коробку с DeLorean и купить новую коробку с DeLorean. На этом, опять же, заработают фирмы по доставке, что тоже немаловажно. Давайте посмотрим еще... Посмотрим. Посмотрим, как говорит один наш друг, товарищ. Посмотрим. Model Fun уже не просто ездит на выставку в Нюрнберг. Они раздают свои медали. Это тоже своего рода подтверждение определенных трендов, тенденций в моделизме. В частности, медалями Model Fun в 2024 году были награждены F-84 Thunder Strike. Thunder Strike. Стрик. Thunder Strike. Не помню, что это такое. Но это Special Hobby. 72 масштаб. Вот. Вот здесь вот прям целое многообразие. Тут есть Clear Probe. MiG-23. Здесь есть любимая модель Владимира Яшина прошлого года, соответственно. Это Triple Daswerk в 35-м масштабе. Как раз тот самый Ревеловский Mustang Boss в кузове 71-го года. Якобы новая модель в 25-м масштабе. 25-й масштаб перекочевал к нам из Соединенных Штатов. И у Ревела были многие пресс-формы. Еще, соответственно, E-RTL фирма. АМТ и E-RTL в 25-м масштабе. Пожалуйста, T-Rex. 3D-печатные гусеницы для Хетцера. 3D-печати, кстати, в этом журнале относительно мало. Но я думаю, это в принципе и понятно. Потому что журнал все-таки тяготеет к крупным производителям и крупным дилерам, которые сообщают ему новости. А 3D-печать это пока что прерогатива вообще кустарного производства и мелких фирм. Вот тот самый N1 Starfighter Ревеловский. Который якобы отлично продается в Соединенных Штатах. Тут же опять же американская тематика P-47D от мини-арта. И ICM-овский Казак-2, который получил тоже медаль Model Fun. Здесь многообразие тоже у нас в мире достаточно большое. На что тут обратить ваше внимание? T-50, Томиевский. Тоже, кстати, очень много стало коллабораций между крупными фирмами и фирмами поменьше. Я думаю, что здесь в данном случае может быть это не пример. Коллаборация это когда какая-то компания небольшая участвует в разработке того или иного, той или иной модели и, например, консультирует. Ее логотип может оказаться на коробке, даже оказаться на первом месте. Lightning F-35. В 72-м масштабе Томиевский. Вот, пожалуйста, Арма Хобби. Как раз Hurricane MK-2C. Недавно, это тропический, но недавно вышли хорошие декали на него у калибри, на красноармейские Hurricane. Наши друзья за Мьюзинг Хобби получили медаль за КФ-51 «Пантера». Это концепт основного боевого танка. Уже с дроном, с летающим. Так, теперь давайте, наверное, посмотрим по отдельным направлениям. Направление, посвященное большим птицам. Здесь много, на самом деле, новинок. Я, наверное, не стану сильно упираться в отдельный элемент. Единственное, скажу, что на обложке этого стрима совершенно не зря присутствует обложка фильма, сериала «Band of Brothers». Потому что, конечно же, учитывая, что американский рынок, рынок Юго-Восточной Азии является основным, конечно же, внимание к большим птицам – это во многом внимание к американским самолетам. Несмотря на то, что, например, тот же самый «Бордер», они бьют по английским самолетам, по японским. И вот у них появился «Хенкель-111» в 35-м масштабе. Крупная будет модель, соответственно, крупная птица. Но я думаю, что волна успеха сериала «Властелины воздуха» – «Masters of the Air» – она приведет к тому, что будет много самолетов-бомбардировщиков, соответственно, американских, снова на модельных всяких событиях. Это будет, например, тот же самый «B-26» ICM-овский «Morauder». Еще относительно большая птица – «Звездовский» Ту-95. Вообще, если честно, я бы сказал, что по результатам как раз отбора моделей в медали, видно, что все-таки определенная конъюнктура присутствует. И если модель, даже вопрос не в политике, а в том, что если модель с трудом попадает на европейский рынок, то Model Fun, видимо, не видит смысла давать ей медаль. Хотя здесь в анонсах они показывают, что Ту-95 «Звездовский» – это интересная новинка. И про Ка-52 «Звездовский» здесь написано, что выходящий Ка-52 – это совершенно точно лучшее, что вы сможете приобрести. И, типа, лучшая модель Ка-52 в 48-м масштабе, соответственно, они сразу отдают первенство «Звезде», даже еще не видя саму модель, по большому счету. То есть, в этом плане все-таки репутация, которую заработала «Звезда» своими новыми моделями на рынке, она ее поддерживает. Несмотря на те сложности, с которыми «Звездовские» модели попадают сейчас в Европу. Тандерболты мини-артовские, я думаю, там уже сбились со счета. Дора Винкс начала еще тоже, тоже «Тандерболт» выпускает в 48-м масштабе. Вот, здесь в этом плане, наверное, мы останавливаться долго не будем. Так, военная техника. Ну, в принципе, еще до анонса мини-артовской «Пумы» со всем фаршем, в 16-м масштабе «Пумы» вряд ли вы будете приобретать в ближайшее время. Но, тем не менее, новость эта есть, и вы можете к ней каким-то образом отнестись. Кроме того, вообще, в принципе, сейчас в этом сегменте, в этой части мира правят баллы леопарды. И, разумеется, немецкая модельная общественность радуется тому, что появляется Томиевский леопард, да еще и новый. То есть, он не просто, это не репак старого леопарда, да, а это новые летники, вот они. Соответственно, новые совершенно летники. Вот их показали на выставке в Нюрнберге. Вы можете на них посмотреть. В принципе, тема богатая. Буквально сегодня вышла новость о том, что Греция вышла с инициативой дорабатывать «Леопард-1». У них достаточно большой флот леопардов-1, и они хотят их дорабатывать динамической защитой и ставить мангальные решетки на башню от дронов. То есть, в принципе, мы можем говорить о том, что в ближайшее время облик основных боевых танков очень сильно изменится. И те, кто тяготеет к современке, в принципе, можно сказать, что все, наверное, армии мира сейчас начнут оборудовать различными противодроновыми антеннами, решетками, кумулятивными и так далее. И это будет больше, наверное, делать танки похожими на передвижные огневые точки, нежели чем на основной боевой танк времен Холодной войны. Здесь много новостей, опять же, есть и мини-артовский стюарт. Здесь есть различные диорамные аксессуары, которые к 35-му масштабу сейчас, учитывая доступность 3D-печати и всего остального, диорамные аксессуары сейчас поперли. В принципе, можно найти все, что угодно. В теме фигур я бы сказал, что есть три основных интересных тенденции. Это гражданская тематика, вообще не военная тематика. Здесь, например, просто детишки играют в снежки. Это Mantis Miniatures, соответственно, битва с снежками, она так и называется. По-немецки, Dichneiballschlacht. Звучит страшно. Все римляне, все три римских легиона должны сейчас дрожать. Я бы сказал, что тенденция, помимо гражданской тематики, это различные фэнтези, опять же, франшизы. Вот у нас тут есть Чудо-женщина. Не такая Чудо-женщина, как моя супруга, но другая Чудо-женщина. Вот, соответственно. Ну и посмотрите, сколько динамики в фигурах. То есть, наверное, все-таки 3D печать и возможность проектировать фигуры в 3D приводит к созданию очень динамичных фигур. И в фэнтези, и не в фэнтези, во всех. Вот тут вот знамя развивается у человека за спиной. Вот, не дать, не взять, уходит под лед на Чудском озере, товарищ. Вот, Мастер Бокс продолжает свою киношную серию, да, по поводу кинофильмов и американского рынка. Вот обратите внимание, Мастер Бокс, насколько грамотно работает. Значит, Кладоискатель, ну, в смысле, Золотоискатель, правильно сказать. Последний из Магикан. Значит, различные постапокалипсис, я так понимаю. Это снова последний из Магикан тематика. И Греко-Персидские войны, соответственно. Ну, вот у них вот такая вот, что тоже, кстати, в кинофильмах весьма отражено. Мне, как человеку, который любит археологию, приятно появление скифского лучника. Видимо, это скифский лучник на службе персидского царя. А может быть, персидский лучник. Но шапка скифская. Шапка скифская. Копали мы таких. Без шапок, правда, уже. Но мама же им уже не могла позвонить, поэтому они были без шапки. Вот, флот. Во флоте, я бы сказал, ну, помимо уже избитых новинок от Бордера с кусками авианосцев, во флоте такомовская новинка – это фрегат класса Адмирал Горшков в 350-м масштабе. Вот. Я думаю, что любителям отечественного флота это будет интересно. Так, две закладочки у нас осталось и 8 минут времени. Гражданская техника, которая не только на новослёте выведена в отдельное направление, но и в аналитике Model Fun по ярмарке. Трактора. Ну, вообще не стоит недооценивать трактора. Я бы хотел сказать, что мы с Евгением Жеркевичем регулярно эту тему поднимаем в разговорах наших ВКонтакте. Трактора – это новые танки. То есть, если как бы, как у нас же есть, это в моде периодически всё объявляют новым чёрным. Там, фиолетовый новый чёрный, оливковый новый чёрный. Типа чёрный считается в носке цвет, что чёрные вещи в коллекции будут всегда. Не знаю, наверное, со времён Шанель должны быть чёрные вещи в коллекции. В общем, так или иначе, говорят, новый чёрный. New black. Есть такой термин. Вот, видишь, даже ты узнала что-то новое. Я думаю, ты сейчас обманываешь. High bustle, low bustle. Можешь прогуглить и посмотреть, обманывая тебя или нет. Так вот, трактора – это новые танки. Это новый чёрный. И трактора в этом плане дают возможность. Мало того, что они пошли в 24-м масштабе в производство и у Minyard. И, по-моему, у LR появился трактор в 24-м масштабе. Если мне память не изменяет. Они позволяют использовать на себе всё то многообразие пигментов, которые мы с вами накопили в наших закромах. И можно их всячески говнить, грязнить, сколы рисовать и так далее. А для Германии трактора – это ещё и острополитическая тема. Потому что трактористы здесь, крестьяне, бастуют регулярно. И на тракторах на своих самые разные лозунги вывешивают. Кстати, не только в Германии. Вот в Польше недавно один похожий трактор тащил за собой прицеп, на котором из сена был выложен танк. И на нём было написано «Агро Абрамс». Типа, что вот у нас есть вот такой вот танк из сена. Так что, в принципе, удивить своих подписчиков социальных сетей или зрителей на выставке весьма-весьма можно, используя в том числе для этой цели трактор. В 35-м масштабе современных тракторов я пока не знаю, но разве что в 3D-печати. Я думаю, здесь меня ребята поправят. Многообразие очень большое гражданских автомобилей. Та же самая Tamiya выпускает. Уже пошла в «Ифиатик» у них появился, соответственно. И там «Альфа Ромео», по-моему, это, да? «Альфа Ромео», судя по этому. Сейчас Иван Богданов меня поправит. Да, «Альфа Ромео», да. «Альфа Ромео», это тоже. Так ты подписан? Ну да, подписан, мне же неудобно читать. «Альфа Ромео». «Альфа Ромео», спасибо. Вот давай ты будешь читать. Я буду тебе показывать, что ты будешь читать. Двойной, так сказать. «Беллкидс», вот, пожалуйста, раллиные автомобили. Я их очень сильно люблю, но, как выяснилось, например, в России их практически никто не собирает. Мы как-то раз их пару раз представляли на разных мероприятиях. Вообще никто практически не собирает их. И они, на самом деле, не особенно интересны. Ну и фантастика. Фантастика. Тут, разумеется, «Звездные войны». Да, здесь это «Мандалорец», не побоюсь этого слова. Как говорится, различные все. Обратите внимание, что есть фирма, которая называется «Мерлин Моделс». Она делает в 48-м масштабе шагоход AT-AT. Нет, да, AT-AT. Да. Еще же она делает в 48-м масштабе транспорт, я так понимаю, это «Изгой-1», да? «Руч-1». И обратите внимание, даже фирма «НОХ», которая с немецкого языка переводится как «ЕСЧО», она сделала набор с катастрофой НЛО. Блин, с катастрофой НЛО. То есть, в принципе, вы можете сделать диораму, где у вас катастрофа НЛО произошла. Между прочим, масштаб разный. Тут масштаб написано, разные, видимо, артикулы. Да, они с 1 к 200, 1 к 48. Не знаю, когда делается, надо посмотреть, будет в магазине. Видимо, есть разные эти. Так что, если вы мечтали с детства собрать катастрофу НЛО в Розволе, это самое время это сделать. Наконец, законно это можно сделать, сказать, это не я, это мне в магазине продали. И подходишь к этой диораме, и начинает играть музыка из секретных материалов. Все, ребят, на этом я практически иссяк. Так, я рассказал вам все тенденции, о которых вообще мог упомянуть сегодня. И это большая редкость, что я подготовил не больше материала для стрима, чем надо, а ровно столько, сколько надо. Вот, да. И сейчас мы выставим камеру, у вас перестанет тошнить, и мы продолжим этот стрим. Собственно говоря, я дочитаю ваш чат. Александр Филиппов к нам присоединился, всем привет. Казак, какого лешего там делают? Ну, это же европейский рынок, или я? Ну, что же совсем? Давайте же будем примерно представлять себе, это же немецкий журнал. Не будем, как сказать, делать так, как сказать, мир не соответствует нашим с вами представлениям, давайте воспринимать его реально. Вот, так, какая современная повестка таких моделей, чего-то удивляться. Ну, в этом плане звезда тоже не отстает. Дмитрий Сорокин, дрон не в ту сторону изобразили. Хорошая шутка, смеюсь. Гордон Фриман, 7 тысяч штук за... Нет, 7 тысяч штук, это... Если штука это тысяча, то 7 штук. А 7 тысяч штук, это их производство 7 тысяч штук? Не совсем понял, Гордон, что вы имели в виду. Дмитрий Сорокин, возможно, они поддерживают связь с нашей стороной, у нас следующие люди видели уже наработки. К-52 реально ожидается шикарной. Конечно, поддерживают. Поддерживают, потому что звездовские модели есть в европейских магазинах, их некоторое время не было, теперь они снова появились. Цена, правда, как я сказал, уже выросла. Но, тем не менее, оно есть, да, и я думаю, что... Старый Делориан, не отдам, такая корова нужна самому. Тема игрушек нещадно эксплуатирует Ревел на фоне отсутствия своих новинок. Но есть Star Wars, линейки RC моделей и другие модели игрушки. Владислав, я еще раз хочу сказать, что если вы не видите новинок в том сегменте, в котором вы трудитесь, это не значит, что их нет. Тот же Ревел выпустил, например, специальный набор Еврофайтер с книгой, которая входит в комплект. Понятно, что это перепаковка старого пластика. Понятно, что вкладываться в новые разработки сейчас не всем удобно, и не все хотят так рисковать. Многие хотят продавать старый пластик с новыми прибамбасами, коробками и так далее. Вот, судя по тому, что написали авторы этого журнала Ford, соответственно, они сделали новый из Звездных войн, эту летающую кракозябру они сделали, Starfighter новый. Так что это те новинки. Другое дело, что они не попадают в ваши интересы. Поэтому, я думаю, тут небольшая проблема. Так, любителям киш это топ. Не совсем понял. Ну ладно, я тоже люблю Король и Шут, но не знаю, что вы имели сказать. Иван Богданов. Там в автомобилях был еще рыцарь дорог, Понтиак, Трасс, АМ. Если память мне не изменяет, у нас Гантаур авто выпускает. Ну да, в 35-м масштабе. Я надеюсь, что рано или поздно Гантаур или АВД с кооперативится со Звездой, и они сделают пару-тройку интересных новинок советских автомобилей. На этом мы будем с вами заканчивать. Я снова напоминаю вам про то, что вы можете поддержать поездку на Машон, где мы посмотрим на модельные уже тенденции. То, что собирают моделисты. Не то, что им предлагают производители, а то, что они уже собирают. Если вы смотрите в записи этот выпуск, вы можете поддержать отправку этого из Требка Яковлева в призовой фонд Новослед цифровой. Будем вам за это очень благодарны. Либо просто поддержать канал на любую сумму, которая вам покажется уместной. Если у вас появились комментарии, если вы хотите сообщить о том, какие вы тренды заметили, тенденции в моделизме, вы, пожалуйста, пишите об этом в комментариях под этим видео, даже если вы смотрите его в записи. Так что я буду очень благодарен. Вот так вот мы полтора часа с вами отработали. Буду благодарен вам за отзывы. Спасибо всем, кто присоединился к сегодняшнему стриму. 53 человека нас смотрят, между прочим. Это немало. Это очень немало. Для канала Сибирский масштаб это уровень. Большое спасибо. Вот что значит, когда у людей нету стрима на МКС Восточный фронт, они все переходят на канал Сибирский масштаб смотреть стримы. Я очень надеюсь, что все технические вопросы будут решены, и ребята проведут стрим про новослед в ближайшее время, потому что я же тоже готовил к нему материал. Я тоже хочу послушать, как будет рассказана та часть, которую я подготавливал к этому стриму. О тенденциях через год мы, наверное, снова поговорим, когда будет новая выставка в Нюрнберге, когда выйдет новая модельная литература на эту тему. Вот, если у вас есть какие-то вопросы, комментарии и так далее, всегда рад ответить вам здесь на площадке в Ютьюбе, либо пишите в группе Сибирский масштаб, там есть анонс этого стрима, там тоже можно пообщаться в комментариях. Готовимся к Машону. Ребята готовятся к Кронштадту, готовятся к Красноярску. У нас весьма впереди модельная весна, и это очень радует. Всего вам хорошего, любви. Пусть вас поддерживают ваши близкие. И я очень надеюсь, что моделизм дает вам нечто такое, чего не дают другие хобби. Вы не находите на работе, и вы будете продолжать заниматься моделизмом. Я буду вам в этом помогать, а вы помогать мне. Все. Удачи. Поддерживайте нашу поездку на Машон. Если присылаете поддержку, напишите там где-нибудь Машон, или еще что-нибудь в этом роде Машон пишется. И будем очень рады порадовать вас интересными выпусками. Надеюсь, что еще удастся, мне моя диссертация не помешает, выйти в эфир до Машона, потому что еще у нас впереди две среды, да, Домашона, или одна? Две. Две среды, да. Десятое и семнадцатое число. Очень надеюсь, что удастся вас еще порадовать парочкой стримов. Следующий стрим зеленый, про Шерманы, Шерман стрим. Я очень надеюсь, что его удастся провести через неделю. И следите за анонсами. Там же в группе Сибирский масштаб все будет. Пока, ребят. Главная тенденция моделизма это то, что вы остаетесь с нами. Удачи. Продолжение следует...